Золотые перцы от Гавриш Каждую неделю мы сеем, рассаживаем и ухаживаем за необычными, а также непривычными культурами. Улучшаем качество жизни с помощью новых способов возделывания земли и ведения домашнего хозяйства. Увлеченные дачники и опытные эксперты делятся опытом, а мы берем на заметку. В этом выпуске зачем семена нежнейшего цветка петунии укладывают в снег? Как изобретательные самарцы покоряют сугробы? Сладкий красный бизон или сочный желтый кокоду? Выбираем новинки крупноплодных перцев. Что скрывает от покупателей участка снежное покрывало? Как можно сэкономить на покупке дома зимой? Ароматные петунии Надежды Мурзаевой давно отвоевали землю у овощных и ягодных культур. С апреля и по ноябрь ее участок удивляет жителей Пестравки сотнями растений. Сейчас у цветовода самый разгар посевной. Смотрим и берем на заметку. В феврале перед посевом дачница раскладывает цветочный пасьянс и гадает, кого сажать, а кому подождать. А сейчас я вам расскажу, как я сажаю свою петунию. Семена у меня есть свои, которые в прошлом году я собрала. И есть, которые я купила. Гранулированные. Домашние, конечно, они быстро сходят. То, что собрала свои. Свои гранулированные немножко посложнее. Не так, как они в гранулах, они должны размокнуть. И поэтому посложнее немножечко. Земля у вас должна быть рыхлая. Вот как мы покупаем рыхлая земля. И это должна быть рыхлой, потому что петуния не любит жесткую землю. И обязательно надо, чтобы корни дышали. Иначе ей не выжить просто. Но для начала, конечно, надо взять землю. И желательно ее просеять. Или же мелко-мелко в руках перетереть. Но лучше просеять, так как семена, они как пыль. Ее даже не видно. Семечка эта. Потом, когда засыпали земельку, марганцовкой немножечко пролить. Теплой марганцовкой. И очень густой. И сажаю я семечки петуния по снегу. Почему по снегу? Потому что снег, он опускается и заглубляет семена на нужную глубину. Сейчас я вам все это покажу на деле. Снег надо, чтобы был он легкий, без камушков, без льдинок. Вот так вот потихонечку их будет видно. Потому что они темненькие. Даже если мусор, ничего страшного. Вот таким вот образом. По снегу все видно, что семечки равномерно лежат. А когда прорастут, если вдруг прям слишком густо, я их просто пинцент потихонечку продергиваю. Не даю, чтобы они как бы с шапкой были, потому что потом тяжело рассаживать. Теперь мы будем сажать искупленных семян. Они у нас все гранулированные. И тоже они мелкие. Здесь вот посадили они густо. Друг за дружку будут держаться. А эти мы сажаем тоже кучечкой. Пройдет где-то примерно, ну, как бы, ну, где-то вот так, на четверть они подрастают. И я начинаю их макушки обрезать. Для чего? Чтобы они не вытягивались. Они потом делают, дают еще боковые побеги. И делаются широкие, лопчатые, широкие такие. И вот теперь вот рыхлым снегом чуть-чуть, прям воздушную сверху. Посмотрите, прям вот воздушная. Все это потом растает и в земельку затянет. Потом отрезаем пленку, оборачиваем, ставим на светлое место. А эта температура, там, градусник, вот я ставлю где-то 22-23 градуса для прорастания. Это нормально. Пленку надо за день раза два обязательно поднимать. Я обычно снимаю, стряхиваю или другую одеваю. Надежда Викторовна подметила, свежие семена всходят гораздо лучше, нежели те, которые уже пролежали два или три года в запечатанных пакетах. Цветоводам я пожелаю в этом году прекрасной рассады, чтобы она была крепкая, ветвистая. Ну, как говорится, цветовод, ведь цветок распустился, душа греется. Чтобы у всех поутру, выйдя на улицу, душа играла, радовалась. И прибавлялся годочек. Не убавлялись, а прибавлялись от радости, видя красоту, выращенную своими руками. Как только взойдут и ваши семена, мы обязательно расскажем, как ухаживать за нежной цветочной рассадой, чем подкармливать. Много снега – это большая радость для каждого садовода. Но как пробраться через метровые сугробы? Самарские кулибины предлагают свой ответ. Даже в самую снежную погоду улица Пролетарская в селе Пестравка выскоблена до блеска. Артель местных кулибинах самостоятельно ухаживает за личными подворьями и за проезжей частью. Самоходный снегоуборщик по прозвищу «Смерч» – третий и самый удачный эксперимент автолюбителей. Был мотороллер. Прилепили сзади, значит, ножи ему. А поскольку техника, она не то что зимой, она летом ненадежная. То есть можно уехать куда-то и оттуда его просто себе притащить. Пришли к улучшенному, ну, начали усовершенствоваться. То есть был Урал-мотоцикл, его зад ему отрезали, задние колеса, оставили мотор и передний руль. Взяться за гаечный ключ в третий раз заставила небесная канцелярия. В прошлом году справиться с последствиями снегопада вручную было нереально. Тогда Владимир Коптево посетила инженерная мысль. Так и появился самоходный снегоуборщик, собранный из того, что было под рукой. Такие площадя убрать лопатки просто, ну, это время, во-первых, нужно. Во-вторых, как бы без спины останешься. Ну, задумали, сделали быстренько, где-то в течение, наверное, недели, а то даже и меньше мы его уже сообразили. Усилить никаких неприветств. Только единственное, то, что на сцепление нажимать на газ и рукой поднимать, ну, включать гидравлику. А больше какие-то физического труда, какого и нету более. Ну, процентов на 99,9 он, конечно, облегчает чистку снега. Собирал самоходный агрегат автор в тандеме с молодым трактористом Аркадием Филипповым. Мастера признаются, половина деталей со свалки, половина с отжившей свой век копейки. Покупать пришлось только цепь для устойчивости задних покрышек. Двигатель жигулевский, коробка сейчас от жигулей стоит. Всем известны вас 21, 01, 07? 06. Передняя балка была собрана самостоятельно, то есть придумана полностью. Вся рулевая тоже придумана полностью. Добавлено гидравлика от трактора. Привели ремнем в движение все это дело. Также поставили распределитель, то есть рычагом поднимается нож. Пять скоростей, включая заднюю, мощность двигателя 70 лошадиных сил, работает на самом дешевом бензине. Это не единственное самодельное чудо техники в поселке. Кто на старенькую классику навесной щит прицепит, кто на Ниву, кто на новый УАЗ. Вот, например, во дворе на улицах Халиборобов дожидается хозяина-снегоуборщик на базе мотоблока. Изобретатели признаются, снегопад для них не бедствие, а отличный стимул для новых конструкторских решений. Добавить ему передний мост, чтобы он полноприводный был. Соответственно, это уже улучшит его качество по проходимости, так скажем, меньше он буксовать будет. Ну, совершенствовать можно, как бы, там, что-то додумывать такое вот там, полы, образно говоря, сделать. Ну, двери-то, я думаю, что это не обязательно, это уже получится издевательство над собой просто, время убивания. Нужен он в первую очередь, чтобы вот, когда снег пошел, почистил и все, и поставил. Февраль – самое время сеять перцы. Крупнейшие производители выложили на прилавки новинки, которые удивляют своей массой и размером. Массивный плод связан с такими свойствами, как крупная стенка, длительное плодоношение, а также отменный вкус. Чем же в этом году удивят дачников семеноводы? Бизон – красный и желтый, раннеспелый перец. Растет и в открытом грунте, и в теплицах. Кусты высотой до 100 сантиметров, усыпаны плодами массой 150-200 граммов. Эти перцы хороши и для салатов. Стенки необыкновенно нежные, толщиной 5 миллиметров. Самое главное – сорт бизон радует урожаем до самой поздней осени. Отзывы об этих семенах прекрасные. Она себя очень хорошо зарекомендовала очень давно. И каждый год фирма нам всегда к сезону дает новые сорта и гибриды перцев. Новинки чем хороши? Тем, что они более устойчивы к изменению климата, устойчивы к похолоданию, к жаре, более толстостенные, урожайные. И выращивают их и в теплице, и в открытом грунте. Новинки этого сезона – какаду красный и какаду желтый, среднеспелые. Растение тепличное. В своем семействе великан по всем параметрам. Масса плода может достигать полкилограмма. Длина – до 30 сантиметров. А еще он толстостенный. Перец удлиненно цилиндрической, слегка изогнутой формы. На вкус сладкий, с ароматной мякотью. Используется в мариновании и салатах. Урожайность до 3 килограммов с куста. Я сею очень много, каждый год сею очень много сортов. До 10 сортов. Сею и старые испытанные, и новинки. В первый год результаты бывают хорошие, а иногда бывают неудачные. Поэтому стараюсь сделать выводы на второй год посева. Кубок золотой. Своё название подтверждает как цветом, так и формой. Вес перца – более 200 граммов. Толщина стенки до 8 миллиметров. Вкус приятный, сладкий. Перцы кубка золотого будут радовать урожаем до самых заморсков. Красный куб – среднеспелый. Годится для плёночных теплиц, укрытия и открытого грунта. Стенки прочные и сочные, а потому этот перец невероятно хрустящий. Да еще вкусно, осыщенно сладкий и по-настоящему перечный. Красный бык – скороспелый сорт. Вкус высокий, до полутора метров. Идеален для плёночных теплиц и высоких укрытий. В открытом грунте его нужно подвязывать. Стараться надо придерживаться агротехники, которую пишут селекционеры. Цены приемлемые и семена очень качественные. Поэтому рекомендуем их покупать и сеять. А теперь совет для тех, кто только собирается обзавестись дачным участком. Конечно, зимой сложно угадать, что скрыто под снежным покрывалом. Но, по словам экспертов, именно в это время загородные недвижимости, земельные отделы дешевле. На чем сэкономить и не прогадать? Смотрим и берем на заметку. Эксперты считают, у покупки загородной недвижимости зимой масса плюсов. Зимний период времени является так называемым пассивным периодом, когда количество сделок на рынке сильно сокращается. И продавцы таких объектов больше склонны к скидкам. И размер дисконта от начальной цены предложения, как правило, 10-15%. Поэтому для покупателя, для потенциального покупателя объекта загородной недвижимости зимний период может принести хорошую экономию. Цена – это не единственный бонус. Именно в морозы можно проверить состояние недвижимости. Если мы попадаем в дом, то в доме в зимний период, очевидно, должно быть тепло. Не должно быть никаких следов запотеваний, потеков на окнах. Не должно быть следов промерзания и не на стенах и так далее. Заходя домой, нужно попросить включить все сразу. И свет, и воду, и горячую, и холодную. Включить котлы. Если дом не отапливался в какой-то период времени, то через полчаса он должен прийти в рабочее, пригодное для проживания состояние. Температура должна быть комфортной. И если вдруг наблюдается отказ каких-либо из инженерных систем, то это тоже повод задуматься о качестве. Купить выгодно загородный дом зимой намного проще, чем земельный участок под застройку. Я бы порекомендовал провести инженерно-геологические изыскания и определить качество грунтов, близость грунтовых вод, для того, чтобы понять, можно вообще на этом земельном участке строить объект. Зимой трудно определиться и с качеством почвы. Что растет, а что не очень, могут подсказать соседи. Не лишним будет прогуляться по дачному массиву. Однако эксперты рекомендуют не спешить с выбором загородного участка. Завершать покупку, взвесив все за и против, осмотрев дома земельный участок, не только в зимний период, но и в осенний и весенний период. Обычно так и делают. То есть подбирают дом летом-осенью, ждут время, и в самый благоприятный для покупателя момент, выходят с неким предложением и пытаются торговаться с продавцом, дабы получить максимальный дисконт. Итак, в этом выпуске мы подметили. Здоровой рассаде петуни необходим. Рыхлый, тщательно просеянный грунт, свежие семена и снег. Если все сделано правильно, через 10-12 дней ждем всходов. Самоходный снегоуборщик можно собрать из старой бензопилы, сломанного мотоблока, автомобильного двигателя. Самое простое – лист железа подвесить к внедорожнику. Производительность максимальная. Ручной труд минимальный. Крупноплодные перцы – приятный сюрприз для огородника. Новые сорта отлично смотрятся в салатах, хороши для приготовления маринадов, нарядных леча, а также их можно замораживать, фаршировать, запекать и тушить. Загородная недвижимость и земельные участки зимой дешевле на 10-15%, но присматриваться к объекту лучше в течение года. На сегодня это все удачные заметки. Следующий выпуск выйдет во вторник в 18.35. Программу легко найти на сайте губерния.тв.ру. В следующем выпуске мы расскажем, как вырастить капризные сельдерей, как запастись снегом на участке и кое-что другое. До свидания. Золотые перцы от Гавриш. Толстостенные, ароматные, не болеют, быстро созревают. Золотой ключик, золотая осень, золотые купола. Выбирай Гавриш. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова